Закончились военно-спортивные игры «Зорница» и «Орленок». Первое место в категории «Орленок» заняла команда гимназии номер 5. В «Зорнице» на пьедестале почёта Батаревская школа номер 1. Организаторы и участники игры остались довольны. Более того, у них появились новые идеи проведения юно-армейских соревнований в следующем году. 63 отряда участников, более тысячи молодых людей. Это не только школьники, но и студенты, и представители военно-патриотических клубов. Среди них первое место завоевал клуб «Родина» Маргаушского района. А среди кадетских классов – Янтиковская школа. Среди тех училищ впереди морпосад. Район хорошо подготовленный, БНКОМ тоже участвовал вместе со мной. То, что мы увидели, это передать словами невозможно. Это такой азарт. Столько команд, энергии. Форма. У каждого своя форма. Свои флаги, свои палатки. Юрий Попов сравнил даже торжественную часть открытия «Зорницы» и «Орленка» с парадом 9 мая, подчеркнув, что было также зрелищно и масштабно. У меня просто возникло такое предложение, наверное, к министру. Вот это мероприятие надо провести на центральном стадионе, привлечь весь молодежь республики и показать. Возможно, в следующем году «Зорницы» и «Орленок» будут проходить в новом формате. Ну а пока победителям предстоит защищать честь республики на российском уровне. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика.